У соседа появилась табличка «Осторожно, злая собака». Как выяснило на днях, собака не такая уж и злая. Босс, мы увольняем тебя, потому что ты ничего не делаешь. Работник, но я квалифицированный охотник за привидениями. Босс, у нас в офисе нет привидений. Работник, не за что. Босс, тихо. Продлите его контракт на неопределенный срок. Ты выглядишь совсем уставший. Отдохни, постирай, свари борщ, порыдай. Как там еще женщины отдыхают? Полы можешь помыть, пока я тут лежу. Ну правда, вы видели когда-нибудь, как женщина отдыхает? Она же не может спокойно посидеть, ей же обязательно надо взять тряпку и что-нибудь протереть. Мотоциклист проехал 202 километра только для того, чтобы нарисовать козу на GPS-карте. Кто-то пишет, уровень безделья, к которому я стремлюсь. Всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова и это новый выпуск Мимозга. Поехали. Иметь домашнее животное – это несколько раз в день недовольно повторять фразу «Чего ты там жрешь?» Как люди вообще додумались жрать лук? Эта штука дает тебе ясные сигналы. Не трожь меня. А кто-то ведь такой «Хм, от этой штуки текут слезы и противно во рту. Пожалуй, надо есть ее больше». Один год? Десять лет. Кто-то пишет. Он понял жизнь. «Какой у вас любимый год?» Кто-то пишет. «Не 1999-й». Еще кто-то пишет. «А что случилось в 1999-м?» «Я родился». «А что, если бы мы использовали 100% нашего мозга?» Кто-то пишет. «Если животные не хотят, чтобы их ели, то почему они сделаны из еды?» «Хм, действительно». «В Алматы енот забрался в чужой дом и помыл посуду». Кто-то пишет. «Как сделать, чтобы енот пришел ко мне?» «Когда прочитал вопросы к экзамену?» «Надежда. Закончилась». «Это не железный человек». «А это Костя. Он работает, пока все жарят шашлыки. Вот он, железный человек». «Звонок не работает». «Тук-тук тоже. Уходите». «Сколько места занимает процессор в смартфоне?» Кто-то пишет. «Но это не мешает ему греться, как атомный реактор». Понравилась реплика россиян. «В Калининграде 17 часов. В Москве 18 часов. В Новосибирске 22 часа. Во Владивостоке час ночи. В Петропавловске-Камчатском 3 часа ночи. Мы тут спим по очереди. Хрен вы нас застанете врасплох». «Мое тотемное животное». «Медведь съел всю еду, разжирел и отказывается ходить и общаться». «Уровень поддержки, мама». «Мам, я сейчас умру». «Нельзя». «Денег нет». «Она». «Он, наверное, опять думает о других девушках». «Он». «Скольким животным на спины прыгали люди перед тем, как узнать, что лошади не против этого». «Хм...» «Я в магазине». «Пакет нужен?» «Карта магазина есть?» «Хотите завести?» «Товар по акции не нужен?» «Фишки собираете?» «Почему вы хотите купить колбасу именно у нас?» «Кем вы видите себя через пять лет?» «Столица Руанды, шесть букв, вторая И». «Можно мне просто колбаски, и я пойду». «Кто-то». «Люди – самые разумные существа на планете». «Люди». «На телефоне написано. Держите свой палец». «Вот он и держит». «Случайно запер кота на балконе и забыл. Теперь боюсь открывать». «Твоя мама говорила тебе, что это всего лишь детская упитанность, и ты вырастешь из нее. Но тебе уже 33, и ты просто смотришь на нее вот так. А когда я вырасту?» «Милая, время, проведенное с тобой, было лучше в моей жизни. Я рад, что встретил тебя. Ты удивительная, поэтому прошу, если я умру, не ставь на себе крест и живи дальше». «Да ты задолбал, нормальный борщ. Я не буду тебе больше готовить. Иди жри где хочешь». «А то, что они переписываются в час ночи, никого не смущает? Он пошел жрать борщ в час ночи? Капец. Кто еще любит поесть ночью, ставьте лайк под видео. Посмотрим, может ли это быть правдой». «Это все, что я умею в сноубординге. А я и этого не умею». Работаю в магазине одежды. Заходит мальчик с мамой и говорит «Дайте этой красавице самое лучшее платье. У нее сегодня день рождения. Я плачу». «Положил 120 рублей на кассу и с важным видом стоял, ждал, пока мама что-то выбирает. А около входа красовался отец. Он показывал жестами, чтобы мы продали платье за те 120 рублей. А он потом подойдет и рассчитается. Очень мило». «Ага, потом отец сбежал. Командная работа. Если в коробке из-под сока сделать в этом месте дырку, то сок не будет булькать, пока его наливаешь. Ага, зато будет разливаться, когда кладешь его в холодильник». «Прохожу медосмотр. Осталось терапевта пройти. Врач-бабушка-божий одуванчик пенсионного возраста. Спрашивает «Что беспокоит?» Я ей говорю «Ничего, планирую прожить еще лет 100-150». А она отвечает «Вы молодой человек-оптимист. Если проживете столько лет, я вам первая пожму руку». Бабуля, походу, еще больший оптимист. Лайфхак. У меня день рождения 23 декабря, за неделю до нового года. В детстве отец всегда на мой день рождения из леса приносил елку и торжественно дарил ее мне. А я, счастливая, наряжала свой подарок и только в сознательном возрасте поняла, как предприимчиво отец экономил на мне. Батя года. Каждого года. Оставил машину напротив общаги на 15 минут, а вернувшись, обнаружил записку. «Увидел в вашем магазине киткат. А я очень люблю киткат, поэтому решил проверить, открыта ли дверь. И как оказалось, да. Я больше ничего не взял, кроме китката. Я очень сожалею и хочу есть». Голодный, но честный и порядочный студент. Такого можно и простить. «Удобное расписание». Кто-то пишет. «На самом верху для первых классов». Да это, наверное, списки на отчисления повесили. Население Уругвая составляет 3 миллиона 457 тысяч человек, а в Австралии живет 45 миллионов кенгуру. Если австралийские кенгуру решат напасть на Уругвай, то каждому уругвайцу придется сражаться с 14 кенгуру. «Да я одного кенгуру вряд ли смог бы одолеть, а тут 14». Когда приходишь домой с зарплатой, и тебя встречает девушка. «Дай денюшек на красоту». Фейсбук сменил свой дизайн. Теперь вместо знаменитого запутанного интерфейса будет минимализм. Запутанный минимализм. Ха-ха. «Он. Быстрее вызывай скорую, у меня сердечный приступ». «Она. Берет его мобильник». «Быстрее, скажи пароль разблокировки». «Он. О. Вроде норм. Отпустила». «Зря ты так, мужик. Потом она все равно приложит твой хладный палец к телефону, разблокирует и все узнает. Хотя тебе уже будет пофиг». Жена попросила помочь ей расписать яйца на Пасху. Кто-то пишет. «Парень, да ты талантлив, черт побери». И действительно, прикольно получилось. «Продаю AirPods». Кто-то пишет. «Беру. Не вижу подвоха». «Когда заказал AirPods с Алиэкспресс». «Хотя не, это не наушники, это микрофоны. В них можно петь. Но все же в душе поют, разве нет?» «С 2020 года каждый россиянин получит гектар леса, чтобы там орать. Куда подавать заявки? Я готов». «Увидел у товарища бейсбольный мяч в машине. Спрашиваю, зачем?» «Отвечает. Ну а вдруг на дороге какой-то конфликт? Кто-нибудь выбежит сбито, а я с мячиком и скажу, вот совпадение, давай поиграем». «Ну не знаю, стоит ли такой троллинг переломанных конечностей?» «Чувак, положи на всякий случай под сидение перцовый баллончик». «Агрессивный ёжик. Если вы всегда хотели узнать, как ёжик делает кусь, то вот. Кусь. Ничего себе он вцепился. Это даже выглядит больно». «Ещё раз показываю. Вот так лежала курица перед тем, как сбежать. Ну, кот врать не станет». «Твои родители случайно не садовники? Ты хочешь спросить тогда, откуда у них такой цветок? Овощ». «Ну тогда они должны быть не садовники, а огородники. Или дачники». «Когда пришёл домой и увидел, что кто-то съел еду, о которой ты думал весь день. Сколько отчаяний в выражении лица этого парня». «Как узнать свой точный рост в домашних условиях?» «Кто-то пишет. Можно наполнить ванну водоэмульсионной краской, нырнуть туда ненадолго, потом прислониться к стене. Проще, конечно, лечь на пол. Затем взять листочек из тетрадки в клеточку, померить. Одна клеточка равно полсантиметра. В миллиметрах измерить ещё проще. Делаешь всё то же самое, но помнишь, что одна клеточка равно пять миллиметров». «Ещё кто-то пишет. Возьми метр. Встань возле стены и смери». «Смерий? Хм, похоже на химический элемент. Смерий. Ну, типа цезий, литий, натрий, смерий. «Нормальные люди?» «Я. Сфоткался с любимой. Мой 78-летний препод создал себе словарь современного сленга, куда записывает все непонятные словечки, которые слышат от студентов, чтобы общаться с ними на одном языке. Как же я ору!» «Кто пишет?» «32 года. Переписал себе шесть слов». «Так и представляю, как 78-летний препод на экзамене говорит». «Ну чё, Чикуля, камон, тащи билет. Какой варик попался?» «А, да это же изи-пизи-лемон-сквизи. Эшкере!» «Дизайнер интерьера. Устал после тяжёлого трудового дня». «Подскажите фильм с Джеки Чаном? Он там ещё трюки всякие делает. Дерётся, по стульям скачет». «Кто-то пишет? Это случайно не тот фильм, где в конце ещё неудачные дубли показывают? Прикольный фильм, помню его». «Хмм, дайте подумать». «Да это же любой фильм с Джеки Чаном!» «Это вы в интернете такие смелые. А как говорить тосты на семейных застольях? Так сидите молча и надейтесь, что до вас очередь не дойдёт». «Ну да, если до меня доходит очередь, то я обычно такой...» «Эээ, ну это... Счастье, здоровье, счастье... А, счастье я уже говорил. Здоровье. Растения в дикой природе. Довольствуются тем, что даёт им мать природы и бурно разрастаются. Домашние растения. «Ты полила меня в воскресенье, а не в субботу. И теперь я должен умереть». Звуки недовольного гибискуса. «Эээ, а как звучит недовольный гибискус?» «Почему собаки или кошки выслушивают наши разговоры целыми днями, а как им стоит полаять или помяукать пять минут, мы сразу начинаем на них орать?» «Не надо так», — говорит Котейка. «И если ты с ним согласен, ставь лайк под этим видео». «А ещё ты можешь придумать прикольную подпись к этой картинке и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Я обязательно почитаю все комментарии и лучшие из них добавлю в следующий выпуск». «Ну а сейчас будут ваши лучшие комменты к предыдущему ролику». С вами был Алексей Сова. Спасибо вам за просмотр, друзья. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Если это так, обязательно поддержите его лайком. Желаю вам хорошего настроения. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok